Новости Дагестан 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 Основная наша задача это естественно профилактика детского дорожного транспорта до травматизма. Мы должны помнить о том, что очень большое количество и погибших и пострадавших в результате ДТП, который происходит именно по вине взрослых в основном, который допускает нарушение правил дорожного движения. В этой связи, конечно же, нам надо объединить усилия Министерства образования, Минздрава, Управление госавтоинспекции для того, чтобы мы могли эффективно работать в направлении профилактики аварийности с участием детей. В завершение акции ребята запустили в небо воздушные шары в память о погибших в автомобильных авариях. Организаторами мероприятия выступили Управление ГИБДД совместно с Министерством образования и науки республики. В автоавариях на дорогах республики погиб 301 человек на сегодняшний день. Вчера опять в Дербенском районе мы потеряли очередную человеческую жизнь. Погибла женщина. Из этих погибших, к сожалению, 25 детей. Пожалуйста, уважаемые родители, уважаемые коллеги, уважаемые родственники, уважаемые друзья, дорогие жители и гости нашей республики. Пожалуйста, не относитесь к дорожному движению беспечно и бессмысленно. В основном жертвы дорожно-транспортных происшествий – это ни в чем не повинные люди. Все для победы. В рамках данной акции Управление Роскомнадзора по Дагестану передало Народному фронту республике два служебных автомобиля для дальнейшей их отправки в зону СВО. Накануне стороны подписали договор передачи транспортных средств. Автомашины «Баргузин» и «Ниву» «Шевроле» доставят нашим землякам, которые выполняют боевые задачи в составе бригады морской пехоты в Херсонской и Запорожской областях. Ранее руководство и специалисты ведомства оказывали и материальную помощь военным. Я думаю, это более весомый вклад, и он практический. И мы будем уже знать, что это отправим материальные средства, их можно купить продукты, их на долго не хватит. А эти машины послужат еще как-то. Какое-то время, я думаю, они в хорошем состоянии у нас, кстати, можете убедиться, посмотреть. Их проверили уже, состояние техническое. Они готовы хоть сейчас своим ходом отправиться на территорию СВО и выполнять любые задачи. Стоит отметить, что большинство министерств и ведомств республики откликнулись на инициативу Народного фронта. Они готовы передать автомобили, которые у них есть в наличии, на нужды СВО. В общем, порядка 30 машин мы планируем передать в зону СВО нашим ребятам. Сегодня первый такой опыт, первый такой приятный для нас случай, когда мы передаем вот эти две прекрасные машины нашим бойцам. И надо сказать, что наши ребята, которыми мы поддерживаем связь, они с большим интересом и ждут этих машин. Потому что они нужны и потому, как они будут им помогать, приближать нашу общую помощь. Главный приз – 150 тысяч рублей и новый автомобиль. Региональный этап всероссийского состязания «Лучший водитель такси в России» прошел в Дагестане. Все подробности в сюжете Камилы Михтихановой. Аккуратность и знание – это два важнейших критерия, по которым отбирают лучшего таксиста. Конкурс проходит в несколько этапов. На практике водители выполняют упражнения на автодроме, а в теории сдают тест на знания ПДД, истории Дагестана, расположение улиц и необходимых законов. Цель конкурса – это и повышение качества услуг, оказываемые перевозчиками, это и повышение безопасности переперевозки пассажиров по багажам легкового такси, повышение престижа профессии водителя такси. Это тоже важно. По нашему мнению, в данный момент профессия водителя такси недооценена. И, в общем-то, этот конкурс так или иначе все равно как-то среди пассажиров также повышает отношение к водителям и улучшает в том числе не только навыки водительские, но и отношение пассажиров к участникам конкурса. На протяжении всего испытания аккуратность вождения проверяли при помощи этого стеклянного стакана с водой. По правилам водитель не должен уронить его, а в идеале не пролить и капельки воды. Удается не всем, но Диана Бургуева справилась с этим на отлично. Со стаканом все получилось, а по остальным пунктам ее, к сожалению, ждала неудача. У меня стаж вождения 12 лет, и я на механике все это время ездила, поэтому вот с этим проблем не было. Как тронуться, плавность и все такое. У меня проблема была именно с потерей времени с этим детским креслом, слишком правильно фиксировала. Вот. И немножечко с конусами потеряла время. То есть вообще с стаканом вам кажется, что это не так сложно? Ну, на самом деле, как оказалось, нет. Вот единственное неровности, да, смотреть, и никаких резких рывков, чтобы не было. В итоге почти из 20 участников до финала дошли только лучшие. Первое место занял Мурат Ибрагимов, который участвует в конкурсе второй год подряд. Ну, мы все максимально позитивные, как бы не ожидал, что выиграем, но хотя я готовился, можно сказать, там, по правилам ПДД, и как узнал мне где-то, неделя была до этого, как объявили конкурс. То есть вы за неделю готовились? Ну, к вождению, то, что здесь проходит, к вождению не готовился, а как бы теоретически, то, что правила ПДД, я, как бы, можно сказать, в телефоне как бы экзамен. Все победители и призеры получили денежные призы, медали и почетные грамоты. Региональный этап конкурса прошел при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Последний решающий этап пройдет позже. В нем уже лучшие таксисты с каждой республики и округа поборются за главный приз – 150 тысяч рублей и новый автомобиль. Камила Мехтиханова, Шамиль Хирия-Сулаев. Новости ННТ Махачкала. В этом году школу диабета при Республиканской клинической больнице имени Вишневского посетили более 250 пациентов. Здесь учат управлять своим заболеванием и жить с грозной патологией полную и насыщенную жизнь. Обучение – один из способов профилактики, так как течение болезни зависит в том числе и от самого человека. Получить бесплатные полезные знания может любой пациент отделения эндокринологии. Помимо этого мы обучаем в этой школе правилам поведения, правилам режима труда, физическим нагрузкам. Мы обучаем их хлебным единицам, как их надо считать. Естественно, учу я даже пациентов, потому что всякое может быть в этой жизни, как правильно рассчитать дозу инсулина. Но причем я это не беру откуда-либо, а это делается все на тех пациентах, которые сидят в этой школе и проходят обучение. Отметим, что у таких школ в Республике существует 13. Функционируют они в разных городах и районах Республики. Сейчас по всей России проходит неделя борьбы с сахарным диабетом. И это очередной повод напомнить, что диабет – прогрессирующее хроническое заболевание, но с ним можно жить при правильной профилактике. Спецборд с гуманитарной помощью для Палестины отправится из Дагестана. Об этом сообщает благотворительный фонд Инсан. Партия продовольствия с продуктами первой необходимости сейчас уже упакована и готова к отправке. В настоящий момент она находится на складах МЧС Республики. В ближайшее время борт вылетит в Египет, где груз будет передан для последующей доставки в сектор газа. Идет активное формирование, завоз всего того, той гуманитарной помощи, которая была закуплена для Палестины. И, как вы видите, все это складируется в хорошем, чистом месте. В ближайшее время будет отправлено спецбортом в Египет, откуда она уже будет доставлена непосредственно тем нуждающимся людям Палестины. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас также и в социальных сетях. Приятных выходных и хороших вам новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин